Тема урока. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастей прошедшего времени. На уроке мы рассмотрим правила написания букв Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастей прошедшего времени, обозначающих временной признак как действие, которому подвергался предмет. Давайте вспомним. Все причастия образуются от основы глагола. Какие же гласные после шипящих мы пишем в глагольных формах? Например, можешь – печешь, пишешь – хочешь, ляжешь – режешь. Замечаем, что в глагольных формах употребляются гласные Е и Ё, причем гласные Е в безударном положении, а Ё в ударном. Теперь обратимся к страдательным причастиям прошедшего времени, которые образуются при помощи суффиксов Е и Ё, так как только данные суффиксы присоединяются к основе глагола, оканчивающиеся шипящими. Например, раздраженный, ограниченный, раскрепощенный, раскрашенный, лишенный, обезвоженный. Приходим к выводу о том, что в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени после шипящих под ударением пишем гласную Ё, в безударном положении гласную Е. Используя сформулированное правило, будем рассуждать следующим образом. Украшенный. В данном причастии гласное после шипящих в суффиксе страдательного причастия находится в безударном положении, соответственно пишем букву Е. Увлеченный. В данном причастии гласное после шипящих в суффиксе страдательного причастия находится под ударением, следовательно пишем букву Ё. Следует отметить, что данное правило распространяется на краткие причастия и от глагольное прилагательное, поскольку краткие причастия – это форма того же слова, а от глагольное прилагательное образованы от причастий. Например, «лишон» – краткое причастие, в суффиксе под ударением после шипящей, пишем гласную «ё». «Завершена» – краткое причастие, в суффиксе после шипящей в безударном положении, пишем гласную «е». «Золоченный» – от глагольное прилагательное, в суффиксе после шипящей под ударением, пишем гласную «ё». «Крашенный» – от глагольное прилагательное, в суффиксе после шипящей в безударном положении, пишем гласную «е». Таким образом, мы изучили правила написания букв «е» и «ё» после шипящих в суффиксах страдательных причастий и запомнили, что под ударением в данных случаях мы пишем гласную «ё». в безударном положении гласную Е.